ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По мнению многих, неформатный тяжеловес. Итак, представляем Максим Бабанин, член сборной России. Один из элитарных супертяжей нашего олимпийского ринга. Боксер, который, выходя в ринг, дерется не только с противником, но и преодолевает предвзятое такое инерционное мышление судей по отношению к нему. Ну, для этого, у этого боксера для борьбы за место под солнцем, у него есть все данные, да, то есть это хорошая техника боксерская, ну и, конечно же, безусловно, самоирония. Об этом мы сегодня поговорим в программе. Ну, а прежде давайте представим досье на нашего сегодняшнего гостя, ну и дальше поговорим о биографии нашего сегодняшнего героя. Смотрим досье. Максим Бабанин, воспитанник Волгоградской школы бокса, мастер спорта международного класса, многократный призер чемпионатов России, победитель ряда международных турниров. На олимпийском ринге представляет сборную России в двух форматах – классическом и лиге WSB. Отличительными чертами бокса в исполнении волгоградского «Динамовца» является высокая скорость нанесения ударов, быстрота мысли, точность и концентрация. Носит прозвище «Волгоградский Тайсон». Итак, Максим Бабанин у нас в студии. Ну, поздравим, во-первых, сборную России, выступающую в лиге WSB с победами итальянцами. Ну, а мне остается представить второго гостя нашей программы. Сергей Багдайсарян, тренер, который много лет работает с Максимом. И первый же вопрос. Скажите, Сергей, как вот вы увидели впервые Максима и какое впечатление, должно быть неординарное, он на вас произвел? Потому что, прямо скажем, это нестандартный боксер в понимании болельщиков, во всяком случае. Ну, впервые я заметил его... у нас была первая спартакиада школьников в городе Новочеркасске, в Ростовской области. И впервые я там его увидел. У нас город Волгоград большой город, миллионы. И вот мы-то, наша школа находится в центре, а он с самого края периферии города приехал на этот период. И я тогда впервые увидел в супертяжелом весе его, конечно... Внешне обратил на себя внимание? Бросился сразу в глаза. Ну, есть свои такие, у каждого тренера есть как бы свое видение, свои взгляды, свои, так сказать, отметины. И я, конечно, обратил внимание, первое, это на его скорость, на его... И самое второе, даже если... Ну, скорость-то бросалась в глаза сразу. А вот второе, когда смотришь, это его характер. Конечно, отдать должное в этом... Ему тогда было 15 лет не было, 14 лет, неполных 15 лет. И такой он был, конечно, одержимый, вот это отдать должное. И он сразу бросился в глаза. Ну, и потом уже как-то нам пришлось дальше. Он пожелал... На тот момент он занимался где-то в течение года. Достаточно способный был. Сколько боев было на тот момент? На тот момент, я не смогу помнить, ну, в пределах 10 боев. Не было даже больше 10 боев, вот. И это самое... И потом он к нам перешел в училище Олимпийского резерва Волгоградская, такое знаменитое училище, где там и наша Елена Ясенбаева знаменитая училась, и Панкратов, и, в общем, великие спортсмены в Волгоградской области. То есть, большой диапазон чемпионов. Да, да, да. И вот мы с 2003 года, с 1 сентября, бок о бок работаем, переезжаем с места на место. Макс, а вот ты же ироничный человек, мы тебя так, во всяком случае, представили. Вот прозвище Волгоградский Тайсон, я так понимаю, оно тоже достаточно ироничное. Что скажешь? Ну, откуда оно появилось? Как вообще? Кто-то пошутил? Или ты много боев завершал досрочно? Нет, я думаю, что... Ну, давайте... Нет, нет, я прошу прощения, я хочу сказать, просто немножечко у нас, ну, как считаю, что в боксе может тренировать каждый. Вот многие мнения, а вокруг, тем более, бокс, такой брутальный вид спорта, так скажем, и вот и все. Да он что-то не бьет, что-то не бьет он. Ну, видимо, он разозлился, и потом у него прорвало одна серия. Ну, да, я бы не сказал, что я там как Тайсон, там, может быть, но, может быть, что-то есть такое. Но руки у тебя очень хорошие, поэтому тебя позвали на программу. В любительском боксе сильно так не получалось где-то бить, ну, я имею в виду нокаут, там, нокдаун, да, были нокауты, а вот формат ВСБ очень, как бы, помог мне. Пришелся по душе? Да, пришелся по душе. То есть можно вложиться? Мы видели на протяжении нескольких лет, как ты укладывал ребят. Несколько боев, да, у меня таких было зрелищных, где нокаутировал. Ну, ты обычно, так я понимаю, латиноамериканцев любишь укладывать, там, аргентинца, помню, в Санкт-Петербурге, венесуэльца, выступающего за мексиканцев, да? Да, 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 да. Приходилось, наверное. Ну, они как отличаются такой открытой манерой бокса, в рубку идут, вот, наверное, это Максиму и нужно, да. Да, мексиканец, аргентинец такие, да, ну, хотели проверить, наверное, себя на прочность. Ну, вообще, скажи мне, пожалуйста, все-таки Лига WSB это наиболее близкий тебе проект, да, из существующих. Ну, отбор ты же будешь к Олимпиаде в этом проекте проходить? Или еще не... Я хочу сказать, что уже в этом году уже закончился проект по формату USB, отбор уже отобрались, и в этом весе, в супертяжелом весе отобрался один боксер всего на путевку Олимпиады, получил лицензию. Это спортсмен из команды «Астана-Орландс» с другой подгруппы, с группы подгруппы А, это Харгович. Вот, потому что, ну, там тоже есть свои, как бы, квоты даны были, и в маленьких весах, в 49, один человек все попадал, 91 и свыше 91, а в остальных по два человека. То есть конкуренция достаточно была высокая. Вот, поэтому сейчас уже будут разыгрываться лицензии на играх в европейских, которые в Баку будут, путевки на чемпионат мира, и на чемпионат Европы, который будет в городе София, Болгарии, в августе месяце, тоже будут разыгрываться путевки на чемпионат мира. Из чемпионата мира тоже будет разыгрываться достаточно узкое количество мест. То же самое, опять же, в супертяжелом весе будет разыгрываться всего одна лицензия. То есть, я повторяюсь, это, ну, многие специалисты, конечно, считают это нонсенсом. То есть, попадает на Олимпийские игры только чемпион мира. Ни второй призер, ни бронзовые призеры, они не получают прямую лицензию. А прямую лицензию попадает только чемпион мира. Маленький парадокс такой. Посмотрим, как все это будет. Но сейчас небольшое, так скажем, идет, как бы, революционное течение в мировом боксе Аибы. И поэтому где-то, как бы, находят оптимальные составы. Ну, не знаю, парадокс не единственный. Вот мы всегда говорили, не первый раз уже с Алексеем говорим о том, что настолько запутанная, сложная, тяжеловесная система отбора, что вот здесь сидели Александр Борисович Лебзяк и Евгений Борисович Судаков, директор Федерации. И они, честно говоря, может быть, мы какой-то особой бестолковостью отличаемся, но не смогли нам членораздельно объяснить. Я так понимаю, что до конца этого никто и не знает. Нет, почему? В принципе, на сегодняшний день она прояснилась уже. По линии АйПи-Би есть такой тоже формат, это тоже под эгидой Аиба, разыгрываются лицензии. Они сейчас прошел первый тур. У нас, кстати, от сборной команды России три человека получили лицензии. Ну, так скажем, де-факто они получили, но де-юро нужно это закрепить, будет в сентябре месяце, когда будет уже у них защитный бой. Но не абсурд ли, согласитесь? Если они уже завоевали титул чемпиона мира АйПи-Би. А не чемпиона, да, все. Но теперь, чтобы, так сказать, там по восьмеркам разбиты в каждом весе, лучше по результатам прошлогодних стартов в мире. И они сейчас второй круг выявляют второго. И если они в сентябре выйдут уже два этих спортсмена, вот у нас там Алоян, и, например, будет 52 килограмма, и кто-то будет другой, например, ну, и Миджио тот же из Мекси. Вот они выйдут, это уже де-юро, они получили статус участия олимпийской лицензии. Сергей Леонидович, давайте поговорим о молодом человеке, который спорва от вас сидит. Прошу прощения. Максим Бабанин. Максим, скажи, пожалуйста, как ты рассматриваешь все-таки свои шансы в отборе на Олимпиаду, и Сергей Леонидович подключится тоже. Ну, ты тоже пару слов скажи, прошу тебя. Только по-честному. Ну, я думаю, шансы, наверное, всегда есть. Надо бороться за эти, ну, за это, как бы, место, наверное, под солнцем. Всегда есть. Я почему тебя спрашиваю, ты не просто входишь, там, в тройку сильнейших супертяжей страны, но ты прекрасный боксер, с прекрасной техникой. Поэтому я, как бы, очень хотел бы тебя видеть на Олимпийских играх, например. Считаю, что ты имеешь право полное представлять страну. Что может помешать тебе, на твой взгляд? Ну, вы сами понимаете, что, как бы, большая часть, наверное, зависит от меня, конечно же, от моего тренера. Но у нас есть еще федерация, наши боксы, и главные тренера, и, может быть, даже... Еще судей есть? Каких-то, да. Ну, нет, я имею в виду, если, как бы, брать, отберусь я или нет. Мне, наверное, в первую очередь должен шанс дать, чтобы я где-то отобрался на Европе или там... Довериться. Да, и, как бы, да, довериться главному тренеру, там, Левзику, Александру Борисовичу. Я так понимаю, будет, когда приниматься решение, наверное, будут учитывать и то, насколько хорошо выступает боксер даже не на внутренних стартах, а на международных турнирах, правильно? Я думаю, да. На выезде где-то с такими боксерами, конечно, это все будет смотреться. Сергей, мы сделали в досье акцент на том, что, представляя Макса, сказали о том, что Макс ведь по существу борется с удвоенной энергией, с инерцией так называемых модельных представлений о таком виртуальном тяжеловесе, поскольку Макс тяжеловес с этой точки зрения нестандартный, ему приходится, наверное, больше преодолевать, больше убеждать судей, функционеров федерации. Так ли это? Есть в ваших словах, конечно, истина. Она, сами понимаете, проявляется. Но это жизнь. Девушки тоже любят всегда высоких, красивых, но потом они приходят к тому, что самые лучшие-то они умные. Я, это шутка, так скажем, но я хочу сказать, что действительно приходится, такой стереотип присутствует, должны быть обязательно высокие, 2 метра ростом такой, сухожилистый, вот, быстрый. Внешний такой, брутальный, да? Да, совершенно верно, да, совершенно верно. Но тут в бою много составляющих, важных для человека, который выходит в квадрат и доказывать, что он лучший. Поэтому, конечно, Максиму приходится, как бы, доказывать. И я могу сказать, ну, без ложной скромности такой, приятно, когда Макс проводит такие длительные турниры. Вот мы были, вот, последнее, просто запоминающее было позапрошлым году, мы в Хабаровске. И в Хабаровске, мы живем в Волгограде, край географии Хабаровск, и там люди его приходили на него, приходили смотреть на него, скандировали, болели, переживали, речевки были. А после финала вообще там, тут так аплодировали, и потом, когда произошел там такой конфуз, с моей точки зрения, конечно, я не могу настаивать, люди свистели, освистывали, и потом достаточно была такая ситуация в комментариях. Ну, если перейти к этому вопросу, действительно, он завоевывает сердца зрителей, могу сказать, и специалистов многих. Но пока не завоевывает золото. Пять раз призер чемпионатов страны, четыре раза финалист, и один раз бронзовый призер. Вот скажи, Макс, вот обманчивое впечатление, которое ты производишь на легковерных, наивных соперников, оно помогает тебе в бою или нет? Или, в общем, друг друга все знают в России, по большому счету, возможности каждого боксера? Ну, я думаю, да, конечно, все знают друг друга, но, как бы, к ним в голову я не могу залезть, о чем они думают, конечно. Ну, наверное, все-таки думают, наверное, что что-то, может, я там, ну, как маленький... Уступать будешь по скорости, да? Да, по скорости, выходит, и, как бы, наверное, теряются, может, в каких-то этих моментах, где я, например, начинаю бить... Перебивать. Перебивать, да, где-то резко выбрасывать удары. Это очень прекрасно, Сергей Леонидович, я вот наблюдаю за руками, все время обращаю внимание на руки, которые так легко работают, руки вашего подопечного. В чем секрет? Талант? Это я хочу сказать, вот видите, вот человек, вот вы в своем роде сразу замечаете, подмечаете сразу нюанс основной. В первую очередь я хочу это благодарность сказать, это его папе и бабе, и его близким родителям, бабушке, которые... Это все называется одним словом генетически. И это не моя забота, не это... А это генетически вложено в него, конечно, у него скорость, она отличалась от многих людей. Просто движение очень естественное такое, легкое. Ну, это уже другое дело, я просто хочу изначально, все равно, опять же, пользуясь случаем, сказать им большое спасибо. И почаще, чтобы таких людей родители приводили в этот свет и воспитывали. Только им надо сказать большое спасибо. Тогда вернемся в самое детство, да, глубокое. То есть у тебя спортивная семья, отец, борец, по-моему, да, дядя? Боксер. Боксер. Мастер спорта. Так. Ты сразу в бокс пришел или каким-то другим видом начал заниматься? Нет, я в школе занимался гамболом, у нас был тренер такой неплохой в гамболе, и мне понравился. А может быть, руки тоже немножечко от гамбола, потому что там же бросковая техника очень такая... Ну, там, да, свои эти... Специфические. Знаете, это на уровне, наверное, такого детства было, ну, так, играющее вроде, как бы, делать, может быть, нечего было. То есть такой полулюбительный, пищеварительный гамбол, да? И вот лучше расскажи, как ты ушел из гамбола. Не как пришел, а как ушел. Расскажи, пожалуйста. Ну, да. Ну, мы были маленькие, толстенькие, маленькие, с братом вместе. Ели пирожки. Да. Ну, конечно. И как бы в пятом, где-то в шестом классе, мы-то нас иногда обижали там некоторые там парни, но мы всегда с братом вдвоем нападали, короче, на них. И мать пришли домой, как бы... Да, 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 да. Вот. И... Я что-то немножко запутался. И как бы это... Играл я в гамбол, потом у меня тренер говорит, давай на ворота попробуешь встать. Я такой, ну, я не хочу, говорю, на ворота встать. Мне не нравится на ворота встать. Он говорит, ну, типа, давай постоишь, попробуешь, типа. Ну, я постоял, мне не понравилось. Вот. И все, пришел... Как бы время такое настало, что пришли домой. Мама говорит, давайте в бокс. Дядька боксер. Отец говорит, давайте в борьбу. Ну, папа, а что, говорит, вас все обижают туда-сюда. Ну, и все. И как бы отвезли нас в бокс с отецом и дядьком. А кто обижал-то? Ну, одноклассники. Уреган. Ну, да, одноклассники. А ты же сказал, что нападали там на кого-то. В старших классах. Ну, они взрослые, например, там, мы в пятом классе, они там в десятом, например. Он начинает, например, на меня нападать. Где-то сбоку здесь Диман, ну, брат, подскакивает. И мы отбивались, как бы, вот так, и все, и как бы... Ну, в общем, стандартная история. Большинство с историей о приходе в бокс связано с тем, что меня обижали в детстве, и вот я пошел, чтобы учиться. Ну, это вот... Учиться, и в конце концов, стал обижать сам других. У нас, на самом деле... Сейчас, да, сейчас смешно, наверное. Наверное, как бы маленькие были, вроде нас обижали, а тут сидит боксер сейчас такой, как бы... Может, некоторые не поверят, наверное, даже в это. Вот, Сергей Леонидович, я, насколько знаю, вы тоже, так сказать, из такого географического места интересного, из Грозного, как раз вы начали заниматься боксом в ту пору, когда там был рассвет, в общем. Тарамов, Сибиев, Арсалиев. Жабраилов. Ну, Маса, боксеров, Маребис тренер. Да, Маребис. И, в общем, довольно это экзотично выглядит, то, что вот оказалось нам известно. Ну, да, вот так получилось, что так не выбирают, а родину. Так родился, да, в Грозном и жил там до 83-го года, тренировался бок о бок с этими великими ребятами, большими тренеры были. Динамо Грозный, да? Да, 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 тренеры были у меня такие. Владимир Алексеевич Маребис, да, небезызвестный, вот он воспитал такого боксера, яркого одного, Тарамова, вот у него был еще Арсалиев боксер, у него еще много более, это, Магомада Вахи тоже, ну... Арсалиев, который дважды с ООНа выигрывал, один раз нокаутировал. Да, 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 да. И потом Мувартанова тоже, он с Арсеневестой тоже, потом я когда поступил в институт, уже я у него занимался там тоже. То есть такая достаточно была боксерская республика, тем более в таких видах спорта, единоборствах. народ такой горячий, и все хотели, как бы, прославить свой тейп, свою фамилию и отдать тоже там потрясающий материал, ребят. И когда я уезжал в город Волгоград, вот, переезжал жить, вот, и для меня это казалось, конечно, это... Ну, совсем другие люди, другие материал, что ли, если говорить грубым языком, они физические, и очень много плюсов. Там действительно кладезнь талантов. Это республика, этот город. Ну, вот, видите, случилось то, что случилось, и, конечно, сейчас немножечко уже получается такой... Ну, бокс там сейчас набирает обороты, единственное, наверное, хотелось бы, чтобы там специалисты приехали. Разнообразные, разнообразные школы, чтобы было. Да, да, все трудятся, работают, мальчишки занимаются, и глава республики тоже уделяет внимание. Очень много спорта и бокса, в частности. Да, должное, конечно. Ну, ладно, давайте вернемся к Максу. Вот давай, как бы, повернем машину времени, где-то лет на пять назад. Первенство Европы. Ты там великолепно проявляешь себя, выигрываешь его, и обращаешься, естественно, на себя внимание, тебя приглашают уже на тренировки к первой национальной сборной команды. Расскажи об этом, первенстве Европы. С кем, может быть, кто-то выступал там из нынешних известных боксеров? Как ты попал в сборную, как ты почувствовал, да, коллектив национальной команды? Когда там уже Хромов, когда там Звезды уже... На тот момент, по-моему, Лебзяк был. Мы попали в 2008 году на сбор, да, в Терскол. Да, да, да. Я первый раз приехал. Ну, начнем с Европы. Наверное, так все знают, наверное, что в финале... Вот, кстати, кадры, где ты стоишь вместе с ребятами. Вот, Артур Бетербеев, Никита Иванов. Да. Вот, Замковой, Чеботарев. Элита? Да. Такие кадры даже вспоминаю сейчас. Это 2009 год, по-моему, да, у нас? Да. Вот ты в зале, да, оказался? Ага. Итак, Европа, первенство Европы, как ты выстрелил, за счет чего и как попал? Кто на тебя обратил внимание? Ну, на Европу мы приехали с командой, да, вот, и боксировал я там четыре боя. Первый бой, по-моему, с румыном я отбоксировал. Ну, как бы, складывались у меня, наверное, бои неплохо, да, до финала, как бы, все. Я, по-моему, три боя провел там с заявным преимуществом. А в финале я вышел сейчас знаменитый боксер Тайсон Фьюри. Вот как, вот оно как. И, как бы, на тот момент, да, на тот момент, как бы, у меня, наверное, немножко, я немножко... Только не говори, что коленки-то, это не надо договаривать. Потому что, потому что... Нет, ну что, я честно рассказываю, и, как бы, нет, ну да. Или потому что он в верлопан там ходил. Да, у него было это все. Разница в росте у вас серьезная. Да, на тот момент... Вашесть у него, по-моему, в рост, да? Да. На тот момент он не такой был уж сильный, как сейчас. Вот я смотрю на него, он перегибает палку. А так он был, ну да, высокий, как бы, такой здоровый. Длинные руки. Это просто ему неудобно было глаза подать. У него сейчас, если вы замечаете, перед боем боксеры жмут руки. И у него относительно, ну, если в таком диапазоне, он еще может глаза смотреть. А к нему приходилось вот так смотреть глаза, чтобы немножко произвести эффект. Он тоже тогда высокомерный такой же был, Тайсон Фьюри, да? Ну, я говорю, вот, немножко, наверное, не так уж слишком он... То есть, поскорнее себе было. Немножко было, да. Ну, я, наверное... Ну, так как ваши рандеруты? Я, наверное... Ну, я выиграл. Выиграл в таком бою, в хорошем. Плотный, да? Плотный бой, да, был первый раунд. Вообще там, я вот, как сейчас помню, 2-2 был счет. Потом во втором раунде 4-4. И 4 раунда же мы боксировали. Да, да, да. И потом, видно, судьи... У меня отец был на этом, на Европе, на этой, там... Валерийский. Да, снимал с любительской камеры, попросил снимать парня. Не помню, кого, или Мишку Алояна, или кого-то, потому что они отбоксировали. А он не мог снимать, говорит, у меня руки трясутся. Я смотрю, он бутылкой начинает кидать в судьи. Говорит, ну, что это такое? А как бы я вроде выиграл бой эти 2 раунда, но судьи не... Как бы не отпускали. И третий, четвертый раунд вообще, как бы там, как я пошел на него... А 4 по 2 было, да? Да, да, да. Я пошел на него вперед, и там, наверное, судьи уже, ну, наверное, видно, ну, как бы не выдержали, да, как бы такого этого... Тяжелый бой был. Я же говорю, перед боем у меня такое было состояние немножко. Ну, тебе именно школа бокса помогла, да? Потому что Тайсон Фьюри в то время, я думаю, так сказать, ну что, просто такой, может быть, высокий, длиннорукий, да, но не самый техничный боксер. Да, вот, кстати... Он же ирландец, да, он же английский ирландец, да, цыган. Что школа бокса у него, я бы не сказал, что там на высшем уровне была. Такой был немножко... Зато уверенность в себе какая. Да. Сергей, вот такой вопрос. Еще недавно вес Максима, это важный вопрос для тяжеловеса и для боксера, достигал 130 килограмм. Сейчас, насколько я знаю, вы понизили планку до 114. Какой все-таки оптимальный вес, вот, вы считаете, для Макса? Сказать конкретно цифру, понимаете, это индивидуально. Ну, я хочу сказать, сейчас он не 114 уже весит, а килограмм 115 весит, да. Но мне кажется, все-таки еще бы килограмм 110 было бы хорошо. Я почему еще задал такой вопрос? Мы, извините, мы спрашивали Александра Золкина, который работал с Кузьминым, какой оптимальный вес для Кузьмина. А как вы знаете, у него до 125 килограммов доходил вес. И вот Саша Золкин сказал, что, ну, оптимальный вес – это 106-108 килограмм. К сожалению, Сергей Кузьмин так столько никогда и не весил. Поэтому, может быть, не реализовал на любительском ринге весь свой потенциал. Поэтому я вам и задаю такой вопрос. Ну, здесь все индивидуально. Здесь еще состояние комфортности. Можно сказать, конечно, и так, и так, но просто, чтобы, как в моем понимании, пирог был свежим, он должен быть немножечко, как бы, ароматным. Он должен быть и… Не изнурен с гонкой весом. Да, 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 не с гонкой, да. И вот здесь, ну, это все приходит, придет с опытом. Еще методом наработки оно должно подойти. На данный момент… Оптимально. Да. Вот мы поговорили о попадании в сборной в России. Это важный этап в карьере каждого боксера. Ну, естественно, один из первых волгоградцев, которым я встретился в сборной, был Александр Сергеевич Черноиванов. Наступил момент поговорить о волгоградской школе бокса. Поскольку вы пришли, это и Кшинин, это и Чиков. И есть еще ряд тренеров и боксеров, в которых Сергей Леонидович, вы можете сказать, в чем вообще, в чем уникальность волгоградской школы бокса? Ее отличительные черты. Да, отличительные черты. Поскольку все-таки у нас программа такая с аналитическим уклоном, хотел бы озвучить это. Да, у нас я… Вот Черноиванов. Я смею заметить, что у нас были и такие корифеи, как Карпов Илья Иванович, вот он один из основателей волгоградского бокса, Петр Григорьевич Левитан, тоже он, и Сергей Федорович Маликов. Вот эти три корифеи, они вот послевоенное время, они подняли бокс. Пионеры, да, так называют? Пионеры бокса, да. Ну, да, потом вот Черноиван Алексей Сергеевич, вот он также являлся, является волгоградцем, он тренировал сборную, тренером сборной работал. Чтобы в Волгограде, ну, я думаю, что сама инфраструктура, это необходимые условия для роста каждого спортсмена. Это спортшкола, специализированная детская юношка, спортивная школа, школа Олимпийского резерва, институт, в данном случае академия, и уже дальше, как говорится, сборная. Это те ступени, по которым идет рост мастерства спортсмена. В Волгограде это присутствует и наш, это, поэтому и достаточно долгое время у нас были, ну, хорошие боксеры, хорошие спортсмены. Вот я что могу сказать о Волгограде. Твое мнение, насколько ты яркий представитель волгоградской школы бокса, как ты считаешь? Вопрос, может быть, в тупик тебя завел, но, тем не менее, почему бы не поанализировать? На мой взгляд, ярчайший представитель. Ну, на данный момент, можно сказать, что один... Лучше Сталинградской. Да, Сталинградской. Красивее бы звучало. На данный момент, наверное, ну, как бы, один, наверное, такой яркий представитель. Больше нет пока, да? Пока, наверное, нет. Да, со мной, наверное, многие согласятся. Взрослых порция ребят сейчас, ну, там у нас подходит еще там ребята парочка, ну, может быть, ну, вот один более-менее, то есть Усленков Артем, тяжеловес. Ну, да, вот он еще молодой, как вот вырастет, будем надеяться, что он вырастет хорошего боксера. У него есть тренер личный, да, хороший. Поэтому, я думаю, что... К сожалению, с каждым годом, наверное, все меньше и меньше. Ну, да, тяжело. Где-то юноши, юниоры, наверное, где-то есть еще такие боксеры, там у нас чемпионы, победители Европы. А ближе к мужикам, взрослым, наверное, не хватает, не знаю, терпения, наверное. Дело за малым, Макс, когда ты выиграешь крупный международный турнир, значимый по-настоящему, ты, конечно, привлечешь огромное количество ребят в боксерский зал. Но я вот о чем хочу поговорить. Как известно, кто-то сказал, что в тяжелом весе ситуация очень часто, больше, чем в каком-либо других весах, развивается циклически. Вот после ухода Саши Поветкина в тяжелом весе наступило своеобразное безвремение. То есть сразу много боксеров одновременно выступало высококачественных, которые попеременно меняли друг друга на разных международных турнирах. Ну, я имею в виду, конечно, и Кузьмин, и Магомед Амаров, вот и ты, и этот самый Ниас Файзулин был одно время, Виталий Кудухов, вот большое количество. Эта ситуация в какой-то мере напоминает 70-е годы, когда мы имели до 10-12 одновременно высококлассных тяжеловесов, и у тренеров сборной голова кругом шла до такой степени, что они вынуждены были на каждый международный крупный турнир нового тяжеловеса. Вот, кстати, Сергей Кузьмин у нас. Вот это мешает тебе вот такая вот конкуренция, отсутствие явного лидера, либо наоборот мотивирует тебя именно занять это самое первое место? Ну, я думаю, что наоборот мне помогает это, потому что без конкурентов таких серьезных, я думаю... То роста не будет. То роста не будет, да, и как бы будешь себя чувствовать как бы расслаблено, и где-то в каких-то моментах надо быть в напряге, особенно на соревнованиях где-то, или перед соревнованиями, перед подготовкой. Максим, вот скажи, пожалуйста, а чем вот ты лично жертвуешь, все-таки бокс, вид спорта, где нужна самодача, да, мы же понимаем, это вид спорта, где, безусловно, боксер испытывает сладость победы, да, такое мужское чувство, да, по-настоящему. С другой стороны, нужно много отдавать. Вот в частности, чем ты жертвуешь, отдавая себя боксу? Ну, потому что вот, глядя на тебя, такое впечатление, значит, такого комфортного, мягкого, теплого парня, и не особо ты ассоциируешься, в общем, с боксером, по большому счету. С аскетом боксерским. Да, да, то есть мы привыкли видеть такие рубленные черты лица, да, там, вот. А ты человек, про которого шучишь, до сих пор любишь пирожки там поесть, да, ну, и все-таки, да, ну, мы же с иронией, да, договорились, да, относимся к главной теме программы, неформатный тяжеловес, и все-таки, вот, что самое трудное для тебя в боксе, да, ведь, какие испытания тебе приходятся? Да, в чем твоя главная жертва? Да. Ну, я думаю, наверное, скорее всего, большая часть занимает терпение, потому что, ну, сколько уже в боксе нахожусь, и хочу все доказать, доказать, доказать уже на протяжении 15 лет. И вот одна из самых, наверное, таких, ну... Ну, то, что касается режима, то, что касается вот именно таких вот человеческих слабостей, они же у каждого есть, это нормально. Бокс требует вот умения преодолевать искушения какие-то, а какие они у тебя? Ну, о которых можно сказать, по крайней мере, я понимаю, не обо всем можно говорить, есть личная жизнь у человека, но тем не менее. Где-то, наверное, как Сергей Леонидович скажет, наступайте на горло, где-то там, ну, вес так же делаю, держу, как бы не ем где-то. То есть, я думаю... Война с холодильником... Да, да, бывает. Я думаю, что это тоже, так сказать, немаловажный фактор. Так, я думаю. Боже, есть хрустик ли? Конечно. Я думаю, что у него, у этого прекрасного человека, у него замечательный растет сын. Его зовут Сережа. Такой замечательный сын. Я вот хотел, я хотел сказать, да. Не надо стесняться. Не надо стесняться. Он, сын у тебя, замечательный сын. Недавно он прислал на сейчас современные эти гаджеты, фотографии, вот шлем его одел, перчатки. Вот, значит, это что-то, смотри, а ему два годика еще. Потому что он, ну, лучше папа космонавт. Хотел бы ты, чтобы сын был боксером? Ну, конечно, наверное, каждый отец хочет, чтобы сын был боксер. Ну, как бы, сколько вот мы прошли, как бы уже, да, там, 15 лет, и какие у нас на пути были сложности, конечно, не хотелось бы. Ну, так для себя хотелось бы, конечно, чтобы он научился драться, так же, как и мы прошли в свое время. У меня вопрос к обоим. Вот, мы уже говорили, что ваша борьба, это как бы борьба в квадрате. Скажите, пожалуйста, не устали ли вы вот последние 5-6 лет постоянно быть призерами и все никак не завоевать главный титул? Не накладывает ли это усталость на вас? Хотя Максим вроде ответил на этот вопрос, но давайте расширим, да, мнение, то есть послушаем специалиста, тренера. Все-таки это тоже работа с подопечным. Вы на больное рану еще и скальпелем туда шерудите. Конечно, но, наверное, так надо, что, может быть, как бы, когда начинаешь более объемно осмотреть. Есть, конечно, недостатки, есть это, но я думаю, что в нескольких моментах могли бы вы, те же люди, судьи, быть более благосклонны. Вот. В некоторых, конечно, может быть, и положено пройти эти преграду, терпеть. Я повторяю, что человек, чтобы родиться в свет, тоже проходят трудности определенные. И я не столь тонок в этом, даже когда вот люди рождаются не так, естественно, как это, то дети, как, получается, ну, не такие иммунитет, что ли. Вот здесь тоже, наверное, какое-то такое метафизическое понятие. Но судьба? Судьба. Преодоление. Преодоление, да. Вот вы правильно сказали, преодоление. И стараться преодолеть трудности еще и еще. Потому что, ну, поверьте мне, я говорю, что вот этот, вот сейчас, когда на Олимпийские игры лицензию через чемпионат мира получает только один человек, чемпион мира. А что удерживает Максима? Наверное, не просто терпение, а еще любовь к боксу. Наверное, очень важно то, что ты занимаешься своим делом. Мы же не понимаем часто, что бокс это тоже работа, тоже труд, который человек нашел себя в этой профессии. Боксер это профессия, да, пускай он даже олимпиец, но это профессия. Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Ну да, конечно, я же говорю, столько отдал лет боксу, как бы в глубине души, как бы, ну, когда-то все равно же приходится завязывать боксом. И, как бы, ну, пока сейчас, наверное, у меня сильного желания нету. То есть, ну, как нет желания такого, чтобы бросить бокс. Сколько лет ты планируешь вообще быть в боксе? Ну, я, наверное, ну, не могу вам сказать на сегодняшний день, наверное, скорее всего, до Олимпиады, а там как... Будешь думать? Да, буду думать. А насчет профессиональной карьеры не думали? То же самое, я думаю, что... Вот какой вопрос. У нас здесь был в гостях вице-президент Федерации профессионального бокса Анатолий Петров. Он был известен в начале 80-х годов как очень жесткий, такой беспощадный нокаутер. Ну, в стране его отлично знали. И Анатолий Рыбаков, его один из основных соперников... Виктор Рыбаков. Да, Виктор Рыбаков и Демьяненко, как говорится, на ногах уходили от него, старались отбегаться. В результате возникала такая удивительная ситуация. На международной арене Петров боксировал абсолютно безупречно, всех укладывал, включая двукратного олимпийского чемпиона Эреру на ринг. Мне кажется, такая ситуация похожа и у Макса, поскольку, когда он на международной арене боксирует, люди как бы его не очень хорошо знают, покупаются вот на эту вот неформатную внешность и страдают от этого. Не так ли? Есть в ваших словах доля, конечно, права. Ты, я согласен, что да, здесь в стране уже знают, так сказать, его потенциал более-менее уже изучили. А на международном ринге, конечно, многие, немногие знают его. Вот, и поэтому где-то, ну, хотелось бы, чтобы, в общем, если коротко говоря, хотелось бы, чтобы больше было викторий над более именитыми боксерами. Я просто, к чему вопрос-то, Илья, задал? Может быть, руководство сборной даст ему шанс попробовать на Европе себя? И тогда и пойдет, и пойдет, и пойдет, потому что, ну, придерживают? Ну, будем надеяться, что мы, как бы, завоюем доверие. Это тоже доверие, и уметь это доверие оправдать, это очень огромная вещь. И, конечно, ну, нас более, наверное, так, как бы, не доверяют еще так должным образом. Вы знаете, Сергей Леонидович, я сейчас неожиданный вопрос задам, как бы, разовью вопрос, который я готовился спросить. Вопрос был адресован Максиму. Прежде всего, тем, что Максим очень скромный такой человек по жизни, и не занимается сам пиаром, как некоторые боксеры. Там, в Фейсбуке, там, в Инстаграме, как-то появляются их материалы и прочее, и прочее. Может быть, вот эта вот какая-то природная скромность, зажатость, и не дает вот выхода этой энергии влияние на руководство сборной в том числе. Может быть, я не прав, но есть возможность порассуждать на эту тему здесь в студии. Максим, может быть, где-то не хватает, так сказать, саморекламы. Не то, что самореклама, а, может быть, не всегда горят глаза, где нужно. Вот вспомним работу Николая Дмитриевича Хромова. Он очень много уделял внимания, да, таким компонентам, да, как боксер тренируется, да, как он относится к работе в зале. Может быть, какая-то, может быть, пресноватость присутствует. Я просто этот вопрос неожиданно задал, мне просто интересно разобраться, и в том числе и вам, может быть, это услышать. Если точнее, я вот... Причина, что к нему питает такую, так сказать, холодность, да? Да, может быть, и есть причины какие-то. Ну, я опять же говорю, ну, наверное, значит, был повод какой-то, если говорить более так, критический повод. Легче всего сейчас намазать голову этим самым, чем-нибудь и жалелось. Конечно, где-то, может быть, что-то было, где-то что-то не по их поняту. У каждого человека есть свои, как бы, взгляды, что ли. Есть своя норма поведения, да? Да, да, ну, мы так ведем себя, я не знаю, по-другому. Я считаю, ну, может быть, мы провинциал или что, я не знаю, ну, так ведем себя, и все. Я считаю, что человек выходит, как и артист, и спортсмен, боксер тем более, он выходит в ринг как артист, он должен показать все свое мастерство. И тогда, когда ему очень плохо, и тогда, когда у него температура, он должен быть на высоте. Ну, к сожалению, не всегда этого достаточно. Вот мы с Алексеем комментировали последний чемпионат России в Ростове, который был. И там Максим дрался в финале с Гасаном Гимбатовым, которого мы, конечно, как двукратный чемпион России уважаем. Я прошу прощения, он двукратный, опять же, аналогичный был чемпионат, только в Хабаровске, годом раньше. И опять в финале с Максимом. Ну, давайте о Ростове поговорим. Вот мы комментировали с Алексеем, и на наш взгляд, однозначно был лучше Максим, без обиды, не хотим обидеть Гасана. Буквально нам казалось, что там был в нескольких шагах от досрочной победы Макс над Гимбатовым, он был потрясен несколько раз. Тем не менее, для нас было полной неожиданностью судейское решение, мы просто были, что называется, в шоке, не могли понять, как, вот, вот, может быть, мы ничего не понимаем в боксе, как вот могли отдать победу в столь очевидном выигранном бою Гасанам. Прокомментируйте, пожалуйста. Если вы были в таком состоянии, то вы представляете, в каком состоянии были мы, в углу, когда помогали, и в каком состоянии был он. Тут, это одно само собой, когда шли к этой цели уже вот именно года, сборы это, и когда получается такой конфуз, ну и потом начинают успокаивать, что вот это, ты понимаешь. У вас еще все впереди. Да, у вас все впереди, там это, это, ты понимаешь, проводящая организация, вот так и так, ну. Может быть, просто Гасан хозяин ринга, и в данном случае престижная, самая престижная весовая категория, королевский вес. Но в прошлом-то году в Хабаровске то же самое было. Только уже в городе Хабаровске. Ну, мне здесь трудно говорить, я не хочу уподобляться, там, оправдываться, да, ну, как есть, так есть, это факт, которого уже не обойдешь. Значит, надо просто быть еще, еще сильнее. И, конечно, в разговоре, в беседе с Максимом, вот когда мы ехали к вам на передачу, то же самое присутствовала эта тема. И Макс не даст подтвердить мои слова. Максим, скажи, пожалуйста, ты всегда получаешь удовлетворение от поединка или занимаешься самоедством? Потому что ты же техничный боксер, я вижу твое движение, да, как ты, как ты работаешь в ринге. Ты, можно даже сказать, эстет, да, в каком-то плане. Ну, как ты относишься к своей работе в ринге, как ты работаешь над ошибками, и вот твоя философия бойца. И боксера какова вообще? Ну, как бы, я думаю, что в каждом бою, каждый бой по-разному, как бы, боксируешь. И, как бы, в каждых боях свои ошибки по-любому есть, как бы, вот мы тоже разговаривали, сейчас с Сергеем Юрьевичем ехали. И работаю над ошибками, так же с тренером пересматриваем бои. И, как бы, и... Сильные стороны боксера вашего подопечного, Бабанина, сильные стороны. С ним тяжело играть в бильярд. Он потрясающе играет в бильярд. Точно все, да, в лузочку? В лузочку, да. В теннис, вот казалось бы, в достольный теннис. Вон, когда пришел к там, в зал, кажется, мы начали в теннис играть. Пинг-понг или теннис? Пинг-понг, вот это небольшой теннис, а пинг-понг, да. Он успевает и так запуливает, что мама не горюй. А не говоря уже про футбол и баскетбол. Его все стараются себе в команду взять и в сборную тоже, чтобы он играл за их команду. Потому что он это... Он от природы, и он получает удовольствие от игр. Может, на Олимпиаду в составе сборной России по баскетболу? Поэтому игра... Конечно, силовой форвард. Игра у него это приоритет. Ярко выраженное игровое мышление. Да, да, да. Ну вот, немножечко, тем более, в связи с вот этими, со всеми вот этими движениями, ну, конечно, нужно приобрести уже, это уже приобрести чувство хищника, чувство крови почувствовать. Вот проявляется так, но не так, как хотелось бы. Вот одно замечание, опять вернемся к теме, животрепещущей. Вот вы говорите в АИБе, перестройка и прочее. Вот может быть трагедия в том, что если бы перчатки были, где можно было сжимать кулак, вот тут же, может быть, и разошелся бы Максим Бабанин по полной программе. Конечно, конечно. Он где-то на сборах, я не понял, да, показывали, привозил кто-то перчатки, и посмотрели, они аж облизывались, как будто мед у них был. Вот с этими перчатками, да. Так это вообще скатно. Мы не называем, но тем не менее есть такие перчатки. А когда их будут внедрять уже в соревнования АИБ? Когда? Ну это не нам с вами, это целая индустрия. Это что, перчатки уже регламентированы АИБ, я так понял, да? Вот которые мы сейчас боксируем. Нет, мы сказали, что облизывались. Это профессиональные. Профессиональные понятно, что там облизывались. Вот я и говорю, что профессиональные, это перчатки, и вот они более-менее, как сказать, в этих перчатках сказка просто. Может быть, вам на следующем сезоне расстоять на том, чтобы пытать счастье в лиге АйПи-Би? АйПи-Би, АйПи-Би, там перчатки жесткие. Хотя было время, когда в ВСБ давали перчатки адидасские на шнурках, такие жесткие, но потом их отменили. Ну да, наверное. Одну или две встречи провели, и... Может быть, здесь, как говорится, причина? Ну я еще раз говорю, что эти, конечно, эти всевозможные нюансы не нами регламентированы, и не нам это... Конечно, мнение мы высказали с вами, но если так еще присоединятся еще другие люди, другие специалисты, может быть, услышат? Мы обратили внимание на Максима, да, когда он выступил в Санкт-Петербурге в Лиге WSB и нокаутировал аргентинца, да, или я так не знаю? Но дело даже не в этом. Очень важно, что сегодня на эфире у нас Макс Бабанин, поскольку своим примером Макс, на мой взгляд, удивительно показывает всем мальчишкам, что бокс – это тот вид спорта, в котором преуспеть может при таланте, трудолюбии и желании, и мужестве в большом сердце любой парень. Да, наверное, это так. Не, любой, может быть, не так сказано, я прошу прощения. Даже такой, мы начинали программу хорошую, как бы неформатный, Бакс Бабанин, неформатный, не такой высокий, красивый, который у него все... А вот именно человек неформатный, посмотришь... Вне клише. Да. И вот если в строю очень часто многих, вот, ребят теряются, вот, и когда, вот, пропускают, вот, ты уходи. Вот, я же говорю, не зря же, вот, посмотрите, вот, не рассказал просто самую тонкость, когда его сгонбол, это, сгонбол, да. Он говорит, ты будешь стоять, он говорит, я, говорит, не хочу стоять, я хочу играть. Он говорит, нет, ты будешь стоять, потому что он большой, он начинал, а ребят своего возраста он подминал. И когда пришел, он сказал, вот... Он говорит, ты будешь, ты будешь в воротах стоять, и все, пока я буду тренером, я, ты будешь в воротах стоять. В гонгболе главный бросок, а в боксе главный удар. Давайте покажем зрителям, как Максим умеет заканчивать бои в лиге WSB. Недавно была встреча с мексиканцами, и вот Максим Бабанин, неформатный тяжеловес. И против него венесуэлец. Давайте насладимся эпизодом. Вот долго, Максим, готовишь атаку, да, выцеливаешь, и точно справа подбородок. Здесь уже... Сколько нокаутов у тебя в лиге WSB? Поделись с нами. Вспомни, ведешь статистику? Или опять с кругом умолчишь? Нет, конечно, у меня вот мексиканец, это вот был, на мою память, первый, по-моему, нокаут в WSB. И потом аргентинец. Сначала был аргентинец в Санкт-Петербурге, это наркотированный аргентинец. Нет, нет. Это первый, вот мы поехали на выезд, а потом уже аргентинец. Смотри, ты вошел во вкус, он уже упал, а ты продолжал. Да, да, команды не было, команды. Я, наверное, здесь не услышал команду. Судья, наверное, просто не ожидал, что... Да, здесь у тебя должен быть находиться типа средственной близости, и он далеко, и поэтому... Да, и он должен быть, да, близко. Может, он подумал, что не надо могут находиться на всех случаях рядом. Но я не ожидал прыти такой. Максим? В Аргентину мы съездили сначала, я проиграл этому аргентинцу, а потом приехали в Питер, они к нам уже на домашнюю встречу. Там поляки еще потом, да? До этого поляки, да. И потом аргентинцы. Да, да, да. И вот второй мой нокаут был с аргентинцами. Сколько боев нокаутами закончил все-таки официальных? В СБ 2, наверное. 2, наверное. Не помнишь? 2, да? Нет. Нет, я не помню сейчас. Я даже не считаю. Ну да, я не считаю, врать даже не буду. 2 боя, да. Ну что, постепенно, наверное, наша программа подходит к концу. Ну, Илья прощается. Ну, традиционно желаю всем наслаждаться сладкой наукой бокса, как любительского, так и профессионального, хотя так сладкой наукой называют профессиональный бокс в Америке. Смотрите бокс на канале «Боец». У нас в эфире был сегодня Максим Бабанин со своим тренером Сергеем Багдасаряным. Очень скромный такой эфир получился. Но, тем не менее, я думаю, что бокс, который демонстрирует Максим Бабанин, это сильный бокс, очень красивый бокс с нокаутами, с очень хорошей техникой. Хотя он не форматный боксер, я думаю, что это тот боксер, который нужен нашей команде на Олимпиаде. Правильно, Илья? Безусловно. Спасибо, что пришли сегодня. Я думаю, что миллионы зрителей посмотрят наш эфир и узнают как можно больше о Максиме Бабанине. В эфире была программа «Территория бокса». Смотрите нас два раза в месяц. Ну, а мы по-прежнему приглашаем самых лучших людей из мира бокса. И вот сегодня Максим Бабанин с своим тренером был у нас в эфире. Мы горды этим. Всего доброго. Смотрите «Территорию бокса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин